В Одессу впервые приехал всемирно известный врач-гинеколог Мишель Аден. Ему 87 лет. Он до сих пор практикующий врач. За всю свою врачебную практику он принял более 15 тысяч родов. Он автор техники родов в воде и он первый описал, насколько важен свет в роддоме во время этого деликатного процесса. Сегодня он провел лекцию медикам, ну а мы сможем задать ему несколько самых интересных вопросов. Здравствуйте, Мишель. Здравствуйте, Илья. У нас сегодня в студии также Илья Назаров. Это переводчик и, собственно, издатель книг Мишеля и его работ. Здравствуйте. Мишель, 15 тысяч родов. Это колоссальная практика. Возможно, вы принимали роды у кого-то из королевской семьи, потому что вы живете в Британии. You have a huge experience in assisting at birth. Have you ever been at royal births? No, I've never been at royal births. Никогда. Нет, у королевской семьи никогда не принимала роды. Royal days in France. Во Франции тоже нет. Во Франции мне только royal days. Однако, у меня есть для вас история про роды в королевских семьях. Это было в феврале 1982 года. К нам приезжали журналисты из студии BBC. И они сняли целых две программы в нашем родильном отделении государственного госпиталя во Франции. Это было время, когда принцесса Диана ожидала ребенка. После этого, после этого, прошел слух. Прошел слух. BBC приехала в этот госпиталь в Питивье. Для того, чтобы спросить нас, а нет ли какой-то особой мебели, которая могла бы пригодиться для того, чтобы она рожала своего наследника. Это было то время, когда все женщины рожали лежа на спине и ноги в стременах. А у нас никакой такой специальной медицинской мебели не было. У нас женщины рожали просто на таком помосте. Никакой особой мебели не было, подушки только. Это было достаточно давно. Это было достаточно давно. Я так понимаю, тогда, в те времена, роды в домашних условиях, возможно, не практиковали даже в Британии. Хотя, не знаю, задам вам уточняющий вопрос. Но то, что знаю точно, роды в домашних условиях в Украине до сих пор к ним относятся настороженно. А Мишель, я точно знаю, практикует роды в домашних условиях, обучает ДОУ. Это женщины, которые принимают роды прямо на дому. И я хотела у него спросить, насколько украинским женщинам стоит критично или некритично относиться к домашним родам. Потому что наши врачи-гинекологи говорят, не нужно, приходите к нам, приходите в роддома, не нужно морочить голову и рожать у себя на диване, грубо говоря. Как Мишель? Что Мишель посоветует? Стоит обратить внимание на это? Может быть, это было, потому что практика в домашних условиях не была так распространена в Британии в тот момент. Моя вопроса является, почему так много страхов о домашних условиях сегодняшних условиях? Что бы вы предложить для здоровья в Украине в том, как домашних условиях, и для украинских женщин? Я думаю, что в данный момент мы можем подумать, что историю дискуссии между родственниками и родственниками, основе дискуссии будет менять в ближайшее время. Я думаю, что это очень давнишняя дискуссия о том, где все-таки правильнее рожать женщине дома или в каких-то больничных условиях. Мне кажется, что в очень близком будущем эта дискуссия примет совершенно новое направление. На какой стороне Мишель? Дело заключается в том, что в огромном большинстве стран домашние роды рассматриваются как нечто не очень легальное, что-то маргинальное, что-то запретное и подлежащее осуждению. И это тот самый фактор, который и может сделать домашние роды более опасными. И в тех ситуациях, когда эти домашние роды на грани законности, на грани фола, женщина, которая предстоит такие роды, она может быть в специфическом эмоциональном состоянии. И именно это может затруднить роды. Но думаю, что в ближайшем будущем нам следует ожидать то, что дискуссия о том, где рожать, будет вестись на другой основе. И это будет эффект того, что мы узнаем сегодня, о том, что важно в бактериологическом эмоциональном состоянии. Я ожидаю, что это произойдет из-за того, что сейчас у нас есть новые понятия о том, что происходит в родах с точки зрения бактериологии. До нас наконец дойдет, что с точки зрения бактериологической, человеческий новорожденный существенно отличается от любых других млекопитающих. Для нового ребенка, которые знакомы для мамы, для ребенка, человеческого ребенка, микробы, которые знакомы организму его мамы, уже знакомы и его собственному организму тоже. Потому что, что для человеческой физиологии особенная, антитела, которые содержатся в крови матери, легко передаются будущему ребенку через плаценту. Есть очень важный вопрос. Естественное кесарево сечение. Сейчас в Украине об этом методе только начали говорить. Я знаю, что в Западной Европе он очень распространен. Не могу не задать вопрос Мишелю. Что такое естественное кесарево сечение? Для тех, кто не знает, это метод, когда женщины разрезают матку, но ребенок при этом самостоятельно покидает трубу. Стоит ли на него обращать внимание? Как вы к нему относитесь? Стоит ли почитать о нем и, возможно, внедрять и практиковать в нашей стране? The technique of natural cesarean is widely discussed worldwide and in Ukraine too. Do you have any comments? I think that I'm going to be a little bit ironic about the term natural cesarean section. Меня немножко забавляет даже само название. Естественное, но при этом кесарево сечение. Сегодня, если ты хочешь что-нибудь продать, прибавь к этому слово «естественный», и у тебя поползут вверх продажи. Вы таким же образом можете продавать и натуральные духи, и натуральный йогурт. То же самое можно ввести, когда кого-то уговариваешься такие или такие роды. И есть основания для того, чтобы относиться к этому с иронией. Потому что какие бы расхождения в практиках ни были, кисарево сечения заведомо существенно отличаются от родов через естественные родовые пути, когда женщина рожает сама. Дети, если кесарево сечение происходит, а гормональный баланс у них, у матери и у ребенка, отличается. Матери и ребенка должны быть первым интеракцией в специальном гормональном балансе. Предполагается, что при физиологических родах гормональный баланс в существенной мере испытывает влияние всех обстоятельств родов. Так вот, если ребенок родился под хирургическим скальпелем, сейчас это делается в нижней части брюшной полости. Первые микроорганизмы, которые заселяют это почти стерильное тело младенца. И к тому же, это будут те самые микробы, которые будут программировать его будущую иммунную систему. Они будут очень серьезно отличаться от тех микробов, которые его заселят во всех других ситуациях. Можно ли смешать эти два процесса? Вот кесарево и естественные роды. Можно ли их смешивать в одной? Или это все-таки процесс к этому относится ироничный? Нет способа смешать вагинский род и сезаревый род. разительные отличия между тем и этим. Вы не можете переступить через эти кардинальные отличия, которые сейчас я упомяну. Но я здесь хочу сделать одно важное добавление. Чтобы мой комментарий был каким-то позитивом. Дело заключается в том, что даже в случае кесарево-сечения многие хирургические команды стараются сделать так, чтобы мать и ребенок еле-ка, возможно, скорее получили непосредственный контакт кожа к коже. Это идея об этом пришла, когда мы узнали данные самых современных интенсивно развивающихся физиологических наук. Контакты мать и ребенка с кожей, да? Продолжить к себе. Когда я работал в родительном отделении Парижской больницы в 1953-1954 годах еще. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы мать, которая только что родила ребенка, попросила бы, а можно я положу его сразу на грудь? И вскоре после этого ученые стали изучать, как влияет этот контакт кожа к коже. Из-за этого возникает сильнейшая эмоциональная связь сразу после рождения между матерью и ребенком. И вот эти научные исследования очень сильно повлияли. Дело дошло до того, что обеспечить телесный контакт между матерью и ребенком сразу после рождения стало возможным даже, если ребенка извлекли через кесарное сечение. Я хочу попросить Мишеля что-нибудь порекомендовать, пожелать женщинам украинским, которые сейчас в положении, которые готовятся к родам, возможно, есть какие-то советы от всемирно известного врача-гинеколога, чтобы настроить наших женщин на позитив и вселить в нем уверенность. Would you say some words to the pregnant women, to the expectant mothers in Ukraine, to have a better experience of their pregnancy and birth, to have an easier and shorter and happier birth? Yes, it's not simple, but however, you can translate me some general rules. Может быть, исчерпывающе объяснить это будет нелегко, но основные правила я выражу вот как. Это должны быть слова очень краткие и которые дойдут до каждого. Дело заключается в том, что для того, чтобы успешно, относительно легко и быстро родить, женщине нужно выделить в кровь некий коктейль гормонов. Особенно важен среди этих гормонов один. Его называют окситоцин. И это очень гормон любви. Он очень особенный гормон. Его еще называют застенчивым гормоном. Очень нелегко выделить такой гормон, если ты находишься в незнакомом, чужом окружении. если тебя окружают незнакомые люди. Даже если просто понять, что для того, чтобы успешно родить, нужно выделить застенчивый гормон, уже очень многое изменится. Но еще очень важно вот какие вещи не забыть. Сегодняшние женщины довольно часто строят для себя планы. И многие женщины уже намечтали себе волшебные, естественные роды. и часто мечты расходятся с реальностями. И тогда получается, что если женщина твердо решила родить ребенка сама, а у нее все в итоге может закончиться киосерем сечения. Важно вот какую вещь объяснить. Нужно понимать, что если все же это закончилось киосерем сечением, а она же уже настраивалась на то, что после естественных родов у нее будет крепкая эмоциональная связь сразу возникает. с ребенком, она не должна очень сильно расстраиваться. Потому что мы люди. И у людей многие проблемы, которые возникают в родах, они могут компенсироваться культурной средой. Что ж, самое главное, это именно основа. Это гормон радости, гормон любви, мы должны о котором не забывать, которые должны выбрасывать свою кровь, тогда и роды пройдут хорошо, и ребенок будет здоровым. Вам большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Мишель Оден, это всемирно известный врач-гинеколог. Он приехал в Одессу буквально на пару дней дать несколько лекций для медиков, а также для будущих родителей. Мы сегодня говорили о кесаревом сечении, естественных родах и о том, что должна помнить каждая будущая мама. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.